приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня мы с вами будем проводить тест-драйв с новинкой из каталога номер 15 это помада для бровей такое необычное название помада будет три варианта цвета будет самый светло-коричневый коричневый темно-коричневый я заказала себе светло-коричневый нет я просто коричневый заказала потому что у меня средний цветотип бровей и волос слишком черный мне не нужен слишком светлый тоже хотя если правильно красить брови то желательно иметь два оттенка один чуть посветлее другой чуть потемнее вот в такой коробочке пришла помада вместе с вами открываю удобная кисть тоненькая такая классная очень упругая скошенная прям то что нужно для бровей я думаю что такой кистью можно будет даже попробовать стрелки красить отличная кстати идея а далее под колпачком сейчас все верну назад такая красивая форма прям сами тени их кстати там не очень много но я думаю что хватит их надолго потому что не такой уж и большой расход обычно у нас идет на брови и что мы с вами сегодня будем делать мы не просто попробуем их а я хочу их сравнить с предыдущими тенями для бровей которые я очень сильно люблю и не знаю буду ли я их как бы променяю ли я их на новинку или нет то есть вот такая вот палетка теней я все время ей пользовалась уже много лет она тоже удобная что здесь есть две кисточки два оттенка и воск то здесь вот как бы преимущество и то что есть зеркальце то есть брови можно прокрасить уже вот просто если есть такая палетка то ей можно уже и накраситься целиком кстати можно ей скулы выделить и тени накрасить и брови а здесь же у нас только один оттенок и все попробуем сейчас какой будет результат если использовать только один оттенок этой помадки итак начнем давайте начнем с привычного то что я всегда делала кстати кисточку я все же брала всегда отдельно потому что здесь кисть на короткой ручке и я ее не использовала но если только я не дома то да я использовала короткую кисть сейчас я пользуюсь в основном только светлым оттенком и совсем чуть-чуть беру темного как правильно накрасить брови вот смотрите а если взять такую вот линейку да и приложить вот край ноздри до край носа и через угол глаза то есть здесь у нас начинается бровь вот отсюда далее если мы переводим стрелочку через зрачок то есть через зрачок смотрим прямо то вот это самая наивысшая точка брови то есть у нас как будто эта линия уходит сюда и далее она опускается вниз и кончик завершается через край носа угол глаза то есть вот он кончик видите да то есть у меня правильная по размеру бровь просто если она слишком длинная или неправильно изогнута форма то может как-то смотреться не очень естественно поэтому если вы сами декорируете свою бровь то делайте ее вот по таким простым правилам и так я набираю немножечко теней прям капельку светленьких и начинаю аккуратно прорабатывать бровь по форме то есть я выделяю сразу край основу и по чуть-чуть добавляю ухожу вверх сверху выделяю эти брови чем они хороши что мы их всегда можем подкрасить где-то что-то убрать добавить немножечко вот я вышла на верхнюю точку и опускаюсь вниз кончик вот проверяйся мне форма бровей мне нравится все хорошо я беру чуть-чуть темного цвета чуть-чуть и вот тут где у меня тело брови и по низу я уже усиливаю чуть-чуть темным ну капельку а вперед лезть не нужно и вот тут кстати еще есть такая классная штука которой я тоже пользовалась это тушь для бровей которой я причесывала бровь и прокрашивала те волоски которые ну как бы светлее под пушек и за счет этого бровь становилась еще более густая но сейчас мы этого делать не будем потому что у нас есть соревнования между палетками так еще немного наберу ой не то зеркало взяла так укладываю и вот сейчас я достаю ту самую кисточку для воска она у меня практически чистая набираю немного воска капельку и прохожусь по брови фиксирую волосочки фиксирую цвет укладываю бровь она становится более ухоженная и блестящая то есть вот прям буквально две минутки одна бровь готова может быть даже быстрее убираю кисточку и теперь мы будем пробовать палетку и так как говорится битва продуктов мне всегда интересно какой продукт же мне больше понравится так открываю но дизайн мне однозначно нравится набираю немного средства набирается легко кстати хорошо очень просто так и пробуем первый раз первый класс отличная кисть не могу про это молчать ей прям можно видите волосочки рисовать отдельные очень классно продукт легко набирается на кисточку так еще надо брови постараться сделать максимально одинаковыми прохожусь сверху цвет мне очень хорошо подходит вот просто не темнее не светлее мне не нужно потому что прям отлично слушайте а мне нравится прям здорово и смотрите вот тут важно если бровь уходит сильно вниз так вот изгибается то мы как бы опускаем уголок глаза прижимаем его и получается глаз немного как бы грустный уставший то есть стремитесь сюда вот линии делать чуть вверх стрелку направление теней ресницы мы поднимаем вверх и то же самое с бровью то есть если свой кончик уходит вниз вот у меня он пытается я его все равно чуть-чуть приподнимаю вверх то есть так наращиваю и стремлюсь ему дать направление вверх я хочу сказать что для первого раза я с таким продуктом никогда не сталкивалась мне очень легко получилось прокрасить бровь я все сделала элементарно вот одной кистью и еще что мне понравилось не осыпается то есть нет такого момента когда бы тени осыпались потому что здесь иногда бывает что лишнего наберешь и тени осыпалась бровь получилась более выразительная вы видите да более такая эффектная но мне не хватает расчески а я кстати расческу не взяла но я бы сейчас еще немножко расческой их уложила кстати очень круто мне понравилось однозначно ни капельки не жалею что взяла этот продукт я еще думаю надо мне или не надо потому что у меня-то в общем-то для бровей все есть ну как видите результат что это все в одном кисть и помадка уже вместе все уложила легко кисть тонкая прорисовывает волосочки прям все бровь получилась хорошо очерченная и сразу уложенная потому что эта помадка она сразу превращается как в пудру да она сначала такая кремообразная а потом она трансформируется в пудру и быстро сохнет а также кстати можно наслаивать эту текстуру то есть сейчас слой подсох можно взять еще раз пройтись и если будем наслаивать то бровь можно сделать чуть шире более густая и мне показалось что вот этот продукт будет классно работать если есть какие-то проплешинки вот бывает такой вот как у меня например кончик брови он лысый да там буквально два волосочка моих остались хотя у меня раньше кстати такие брови были густые вот ну дощипалась как говорится и вот такой кончик аккуратный получился теперь жду от вас комментариев какая бровь вам нравится больше та которую я сделала нашей знакомой палеткой или помадкой для бровей выбирайте голосуйте что вам нравится больше и напишите в комментариях будете ли вы себе заказывать такой новый продукт мне интересно одна я такая шустрая да мне все нужно или есть еще такие же девушки которые любят все новое инновационное потому что я про помадку давно знаю что она существует я хотела давно хотела помадку все ждала но у нас то когда будет очень было бы здорово я с вами прощаюсь до новых встреч если вам видео полезное ставьте лайк и помните что брови это как рама для картины стоит их накрасить правильно накрасить и сразу лицо становится такое выразительное эффектное красивое до новых встреч с вами была Лилия Донскова пока пока